приветствую всех сборка 41034 компьютер собран в корпусе z-gaming ms1 корпус на стекле спереди три вентилятора на вдув один на выдув все с подсветкой подсветка она заведена на контроллер подсветки rgb причем подсветку блока питания также на этот контроллер подключена подсветку можно регулировать данном случае у нас этот контроллер работает от контроллер материнской платы можно переключить на контроллер корпуса 10 вариация и можно управлять либо кнопкой переключения подсветки либо с помощью программного обеспечения фирмы asus тут можно и так так выбрать довольно таки продувные коробки можно поставить абсолютно любую видеокарту в такой корпус и будет комфортно есть у корпуса разъемы usb 3020 сверху также есть перфорация по 2 вентилятора 120 либо 140 миллиметров ну и закаленное стекло с тонировкой у нас виде обычной стандартной крышки у которой есть и демпфер и металлическая рамка в общем стекло у нас защищена не просто металлом сверху снизу спереди панели но еще и какими-то вот этими вот демпферами построен системник на базе процессора intel core i5 12400 поколения alderlake это самое последнее поколение на интеловских процессорах есть здесь встроенная графика в процессоре соответственно можно взять и без видеокарты дискретной ну а надо будет всегда можно будет поставить 43 тысячи рублей стоит данный компьютер и скажем так есть выбирать сейчас новый компьютер то 12 серия будет в приоритете это самый мощный 6 ядерный процессор который сейчас есть на рынке поколение 12 это 12 400 12 500 12 600 а и 5 12 600 кф это уже не совсем 6 ядерник там добавляется еще и энергоэффективные ядра а здесь только высокопроизводительные и там не совсем корректно его рассматривать как самый мощный 6 ядерник поэтому все-таки самый мощный это вот эти 12 400 12 500 и 12 600 встроенная графика на уровне geforce gt 1030 соответственно можно простую видеокарту и не покупать но если надо будет то это конечно видеокарты должны быть породистым с другой стороны если в игре не играть то этой графики хватит для всех задач можно спокойные 4к мониторы телевизора подключать есть на материнской плате разве мы дисплей порт hdmi и вга процессор имеет базовую частоту 2 и 5 turbo boost и до 4 4 гонится максимальная пиковая нагрузка это 117 ватт поэтому любую материнскую плату какую бы вы не купили можно смело подойти процессор оставить потому что будет минимум 8 фаз питания данном случае у нас плата asus prime и часа 10 м а d4 помимо 8 фаз питания еще идет и радиатор на ключах это довольно таки редкая скажем так модернизация платы в таком бюджете и по мне так это самое самое лучшее 610 плата который есть на рынке еще и asus следующий чипсет b660 отличает от 610 наличие red контроллера гонит уже частоту не только 3 200 но и выше ну и в принципе существует плата четырьмя слотами под оперативную память с другой стороны два слота под оперативную память ddr4 это максимально объем все четыре гигабайта два по 32 память у нас стоит двухканалей гудрам иридиум синяя в профиле разгона на 3 200 стартует спокойно и даже если сборки довольно таки дорогие мы стараемся такую память и использовать поэтому чипсета нас особо и не ограничивает есть два разъема ультра м24 линии писи экспресс и 2 линии писи экспресс соответственно даже самые быстрые накопители какими samsung 980 про здесь спокойно могут работать при том что ревизия писи экспресс уже давно идет 40 то есть максимальные скорости получить даже на этом простом чипсете здесь можно процессор не особо горячим так как может потреблять и 120 ватт хоть и краткосрочно желательно ставить уже башни один кулинг 213 на 3 тепловых трубках теплопакетом 130 вас спокойно справляется вентилятор 120 миллиметров имеет 4 пиновую колодку соответственно будет вращаться по мере нагрева процессорами работать будет абсолютно данном случае бесшумно основной накопитель на с интерфейсом nvme здесь грех был оставить какой-то сад интерфейс фирма patriot на 256 гигабайт но если надо будет нарастить объем то лучший вариант это обычный стандартный жесткий диск работник стоит трешку если у вас есть какая-то мощная видеокарта и вы хотите сменить платформу то скажем так системник такой идеальный вариант под эти задачи но если в игры не играть но хочется получить очень мощный быстрый компьютер то это вообще идеальный вариант потому что 43000 на сегодня это совсем совсем уже считается и недорого все ценники взлетели я думаю что и эти ценники задержатся ненадолго